Всем привет друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на Йохе. Ну, я думаю, вы знаете, что этот танк сейчас доминирует в рандоме, что это один из лучших тяжей сейчас. После аппа, конечно, танк очень сильно преобразился. Итак, на европейском сервере выкатили новые танки за боны. Что интересно, никакие старые товары за боны не убрали из бонового магазина. Соответственно, объект 268, вариант 5, за 15 тысяч бон. В принципе, на ру-сервере тоже этот танк присутствует. Объект 252У за 9 тысяч бон. Вот это вот внезапно предположить такое, на самом деле, было не так-то и просто. Потому что это тот же самый защитник, по сути, только без камуфляжа. Ну, и это довольно неплохой танк. И по сей день, конечно, не такая имба, как раньше, но за 9 тысяч бон, по-моему, хороший товар. СУ-100У за 5 тысяч бон. В принципе, приемлемая ПТСУ за недорогую стоимость. И ВЗ-114 за 11 тысяч бон. Новый китайский танк, соответственно, продается за боны теперь, что не может не радовать. Чифтейн Т-95 за 10 тысяч бон. Но этот танк, по-моему, если я аппали, то незначительно. То есть, его бы подапать, прежде чем добавлять в боновый магазин. Но, тем не менее, добавили все-таки. Также продается 3D-стиль для, например, Йоха за 3 тысячи бон. За 2 тысячи бон для ИС-3. За 2 500 для ВЗ-114. Который как раз за бону продается. Большинь тиллион 25 тонн. Для него 3D-стиль за 3 тысячи бон. В принципе, неплохое обновление бонового магазина. Ну, вы, наверное, спросите, а когда обновится боновый магазин в мире танков? Ну, уже совсем скоро, на самом деле. В течение месяца должна поступить информация о том, как же разработчики будут обновлять боновый магазин. Потому что прошло уже, в принципе, достаточно времени. Хотя сейчас боновый магазин в мире танков даже поинтереснее выглядит. Там очень хороший выбор. И есть даже действительно отличные танки после аппа. Ну, а вы, друзья, можете выиграть бесплатно золото. Для этого просто напишите комментарий и укажите свой игровой ник. Тем самым вы будете участвовать в розыгрыше золота. Так что всем рекомендую поучаствовать. Голда, как говорится, лишней не бывает. Ну, и еще одно такое вот уведомление о том, что, соответственно, если вы смотрите видео, то не забывайте, пожалуйста, оценивать его. И переходите в мою телеграм-группу, где сейчас проводится, кстати, розыгрыш золота. Поэтому успейте поучаствовать. Ну, и еще много новостей, соответственно, с мира танков и World of Tanks. Так что не переключайтесь. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте водки.ком. И вновь испытаем свою удачу, попробуем выиграть ценные призы. Надеюсь, получится. Так, 50 золота падает из бесплатного кейса. Ну, это такое возможно, 50 золота, да? Бывает. Не стоит отчаиваться из-за этого, потому что многие, когда видят 50 золота, думают, что... А какого фига? Ну, да, из каких-то кейсов может выпустить 50 золота, из каких-то там... 5000 золота, из каких-то может даже выпустить там 10 тысяч золота и больше. В этом и смысл, что число рандомное может выпустить 500 золота и при везении можно выиграть очень много. Итак, еще одна попытка. Может быть, L7-90, но нет. Не получается выиграть эту ЛТ-шку. Наверное, одна из последних попыток на сегодня. Так, 1000 голды. Последняя попытка. Попробуем все-таки выиграть премтанк. Ну и правда, выигрываю премтанк, правда, низкоуровневый. Ну, окей, сойдет. Также не забывайте пользоваться промокодом Super777, если тоже хотите поиграть на сайте. Новая коллаборация между Лестой и киностудией, которая выпустила фильм Кинзанзан. Соответственно, можно получить персонажей данного фильма, а также уникальные там надписи, всякие декады, кому нужно, налетайте, так скажем. Ну, естественно, это на платной основе. Но также есть и халява для тех, кто, соответственно, хочет просто выполнить боевые задачи. Дело в том, что вот под такими новостями очень часто скрыты боевые задачи, о которых многие игроки не подозревают. То есть они просто вообще не в курсе, что такие боевые задачи доступны. Ну, потому что не лазят по сайтам очень часто. Далеко не каждый танкист залазит на сайт там смотреть. Соответственно, активировав специальные задачи, которые активируются только на сайте, будут доступны специальные боевые задачи до 25 апреля. Например, за 10 тысяч единиц урона, за любое количество боев, вы получите уникальный 2D стиль. А также можно получить двух, соответственно, членов экипажа, если выполнить боевые задачи с боевым братством, кстати. Так что, в принципе, тоже неплохо. Ну, в общем-то, тут нужно 10 тысяч единиц чисто опыта получить за любое количество боев. В принципе, несложные боевые задачи, но лут довольно неплохой. То есть экипаж все-таки является редкостью. То есть тут его бесплатно можно получить. Это довольно-таки интересно, на самом деле. Поэтому я бы сам бы активировал. Многие как бы уже подзабыли штурм САУ, либо, соответственно, думаю, что это какой-то, ну, совершенно незначительный такой фактик, но на самом деле это очень большое изменение грядет в игре, потому что очевидно, что Леста вряд ли будет выпускать целую ветку совсем слабой. То есть, скорее всего, наоборот, откровенно имбалансный, на мой взгляд, потому что, ну, тут логика простая. На эту ветку потрачено гигантское количество ресурсов, да? И, соответственно, ну, просто так, ну, делать так, чтобы она не выстрелила нельзя. Нужно, чтобы игрокам она зашла, а как сделать так, чтобы зашла ветка? Соответственно, нужно, чтобы она была имбовая. Ну, это очевидно, я думаю. Ну, кто-то скажет, что бред полный, будут стараться в баланс, но забалансить такую хренатень, я не знаю, как это вообще возможно. То есть, это, по сути, арта с броней, только стреляющая на небольшую дистанцию и, в принципе, успешно способная танковать. То есть, это довольно-таки, ну, специфичный тип геймплея и просто так его сделать слабым легко, на самом деле. Ну, что, наверное, не буду делать. Поэтому, жду от этой ветки жесткого разноса рандома. Ну, посмотрим, прав я буду или нет в итоге. Panzerkampfwagen 7. Целую ветку апнули. Стоит обратить внимание на это. Время перезарядки орудия, например, у топа апнули, было 16 секунд, сделали 4, 14,7 секунды. И время сведения орудия было 2,6 секунды, сделали 2,3 секунды. Ну, в принципе, ап довольно-таки хороший. Именно по перезарядке, то есть, действительно, ДПМ подрастет, но также еще и апнули броню, например. Вот в маске орудия было 237, сделали 257 миллиметров. А именно там, где орудие было 200 миллиметров, куда очень часто пробивали, сделали 260 миллиметров. Соответственно, также скосы корпуса тоже апнули, при этом очень сильно. То есть, туда, куда часто залетал урон, было 223, сделали 290. И вот тут вот, конечно, интересно, потому что это самое уязвимое место у этого танка, на мой взгляд, куда часто пробивали. И, возможно, действительно, он будет танчить гораздо поинтереснее. Посмотрим в итоге, что из этого танка сделается. Ну, у меня он, соответственно, уже давно прокачан. И интересно будет понаблюдать, ну, действительно, это хороший танк станет. Потому что сейчас это отстой, по-моему. Итак, на европейском сервере идет завершение акции прямой эфир от Prime Gaming. И вот, соответственно, по текущей информации, вот текущий набор Черепаха Мания заканчивается в марте. И, соответственно, ну, вернее, мартовский набор заканчивается в апреле. Вот так вот. Будет правильнее. Соответственно, не купить уже нельзя будет. То есть, будет ли продолжение этой акции не совсем понятно. То есть, серия этих акций, она закончена. Видимо, тот контракт, который был подписан с Амазоном. И, соответственно, будет ли возвращение этой акции в дальнейшем пока еще совершенно неизвестно. но вообще акция любима игроками. То есть, она довольно выгодная и позволяла получить много эксклюзивного лута для игры. Поэтому многие будут недовольны тому, что эту акцию могут полностью отменить. Но не факт. В принципе, не исключен такой исход события, что просто она приостановится на какое-то время. игроками. Итак, исполняется 13 лет World of Tanks. Соответственно, в честь этого сейчас в игре проходят акции. Многие, конечно, из них уже скоро закончатся. Но так, к слову, что 13 лет вот игре исполнилось. Что только игра это не пережила. Даже разделение серверов. Соответственно, сейчас там доступны разнообразные скидки. Поэтому поспешите воспользоваться. Также по 16 апреля будут состязания доступны, где можно получить, кстати, 13 месяцев танкового премиум аккаунта, если займете от первого по третье место. Ну, или если четвертое и пятое место это 13 недель танкового премиум аккаунта и так далее по убывающей. Так что, в принципе, можно попробовать. А для этого, кстати, нужно всего лишь заработать максимальное количество чистого опыта за 13 боев. Доступны танки от 4 по 10 уровень. Ну, и также, опять-таки, это касается новости World of Tanks. Там сейчас конвертируется экипаж. То есть, доступна такая кнопка, где можно конвертировать ненужный экипаж в бланке приказа, который потом позволяет апнуть умение экипажа другого. в принципе, очень любопытно на самом деле. Я бы и сам бы не прочь в мире танков, по крайней мере, такую функцию получить, потому что у меня очень много ненужного экипажа завалялось, который я бы с удовольствием хоть как-то конвертировал в опыт. Это было бы неплохо. Ну, и не забывайте, что как только вы нажмете эту кнопку, если вы не будете готовы, то потом снова по-моему конвертировать не получится. Также отключили World of Tanks свободную камеру. Дело в том, что после смерти можно было летать по карте, рассматривать там все с разных ракурсов, и, соответственно, некоторые нечестные игроки этим активно пользовались. То есть, они летали по карте, высматривали арту, где там что ломается, подсказывали своей команде, и в итоге этой информацией успешно пользовались, и, как бы, это, можно сказать, такое запрещенное действие получалось, поэтому и запретили на свободную камеру, но это как в реплеях, короче, можно было прям по карте летать, на самом деле жестко-жестко, но это как в контракстрайке, короче, в виде спектра, то есть, весьма странная такая, кстати, идея была это добавлять, изначально, потому что очевидно, что так многие бы и пользовались этим, там, совзводные, например. Также расширили, наконец-таки, World of Tanks доступ к серверам, то есть, если вы перешли там на третий, четвертый сервер с СНГ, то в таком случае теперь вы сможете спокойно переходить на любой сервер, там, на первый, второй, или там на третий, на четвертый, на какой вам, в общем-то, захочется. эту новость ждали очень долго, потому что, чего только игроки не придумали, чтобы попасть там на первый, второй сервер, называли третий и четвертый сервер загоном, то есть, гетто, и теперь это все закончилось, этот, так скажем, ужас, который там был. Ну, в общем, любопытная новость, на самом деле, и весьма полезная, потому что, сами понимаете, насколько игроков бесило это ограничение. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца, напишите в комментариях, какая новость была для вас самой интересной, и не забывайте также оценивать видео, и всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok